Спасибо товарищу Киму. Дональд Трамп в своем твиттере неожиданно расхвалил лидера Северной Кореи, которого еще не так давно в американской прессе иначе как диктатором не называли. Что Пхеньян пообещал Вашингтону, расскажет Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп человек прямой. Что на уме, то и в твиттере. Пока отношения с Пхеньяном были на нуле, называл Ким Чен Ина не иначе как маленьким человеком-ракетой. Зато сейчас шлет ему в соцсетях благодарности. Президент написал дословно, дескать, докажем, что все неправы. Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу. Поводом для таких комплиментов стал военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия образования КНДР, который прошел накануне. Все как всегда. Громкие пропагандистские лозунги, ликование масс, пушки и танки за одним лишь исключением. На юбилейном параде нет, казалось бы, самого главного, ядерного щита КНДР. Баллистических ракет, которые в прошлые годы обязательно привозили, чтобы и своему народу показать, насколько страна сильна, и мир заодно припугнуть. И вот сейчас впервые всего этого нет. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщает, что решение принял якобы лично Ким Чен Ин, пытаясь таким образом продемонстрировать Дональду Трампу, что он очень серьезно настроен выполнять договоренности, которых они достигли в Сингапуре. Вот только заявлять об этом открыто как-то не к лицу, раз его страна США врагом считает. Вот и отделывается намеками. Еще один прозвучал в эфире китайского телевидения, где, рассказывая о визите на празднование в Пхеньян, спецпредставителя главы КНР, заявили со ссылкой на слова Кима, мол, в Северной Корее твердо придерживаются договоренностей и уже даже меры приняли. Все это дает надежду, что корейский конфликт, когда опасность того, что Пхеньян начнет войну, была реальной, наконец-то идет на спад. Похоже, санкции сработали, и Ким действительно согласится остановить испытания в обмен на финансовую помощь. Ну а Белому дому это позволит хоть немножко подтянуть просевший в последнее время из-за скандалов президентский рейтинг. Ведь с этим не поспоришь как-никак. Переговоры с Кимчененом – это личная заслуга Дональда Трампа. И сосредоточиться на том, что сейчас для республиканцев самое главное – в предстоящих парламентских выборах, которые станут в том числе и тестом, способен ли Дональд Трамп во второй раз занять свое кресло. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».